друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка life мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях ну а также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки за вашу поддержку за ваши хорошие веселые смешные интересные комментарии ребят ну как я вам и говорила что постараюсь сегодня выйти в прямой эфир с обзором на урал очку да так скажем на ночь глядя понимаю что получится очень поздно у меня тут как говорится свои дела образовались наметились поэтому получится попозднее но опять же сегодня пятница 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 а завтра выходные уже собственно у многих уже сегодняшнего вечера начались выходные да соответственно завтра можно то есть сегодня можно подольше погулять подольше и дольше не спать да поскольку завтра все таки можно уже оторваться и поспать подольше и собственно и не только завтра но еще и в воскресенье короче тех у кого впереди выходные еще хочу поздравить с выходными выходные это прекрасно да ну что ребят пройдемся с вами по интересным моментам интересным комментариям вы знаете уралочка уралочка решила что как говорится мало ей популярности наша ревдинская друзья мои звездения мандения вышла сегодня помимо того что выложила свой киношедевр который мы с вами обсуждали три три обзора подряд сегодня да еле добили как говорится не знали ху из ху да кто кого добьет то ли уралка нас своими киношедеврами и киноляпами то ли мы собственно одолеем уралку одолели ура товарищи ура но и сейчас да где-то час или два часа тому назад не суть важно эта информация никакой смысловой нагрузки не несет уралочка смотрю выложила еще один шедевр правда слава богу этот шедевр все-таки намного 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 поменьше такой малехонький как бы сказала уралочка манехонький малехонький шорт выложили как она значит начиняла и готовила вот эти вот друзья мои макароны фаршированные макароны боже ты мой я эту размазню смотреть в ролике не смогла да как она это все готовила соусом такого знаете непонятного цвета детской неожиданности да но не такого цвета но похожего да непонятный поливала поливала она решила все это дело еще нам изобразить и в шорте выложить в общем видимо уралочки мало сегодня внимания решила решила больше к себе привлечь внимание комментарии по комментарии пройдемся сначала по комментариям которые были в шорте которые друзья мои ну конечно же не смогли так скажем оставить меня к ним равнодушной да одна пишет едят ведрами а потом всю ночь пердят ну собственно представляете да что там у них стоит за канонада когда извините с утра до ночи едят да еще и такие блюда да еще и без конца мучное сладкое все на свете там все это все это размешается все как говорит уралочка подружиться между собой да тусят там возле этого холодильника до 4 часов утра до до 12 ночи даже уралка говорит что они сами с сарафаном поздно ложатся спать и в два и в три ночи сарафан ходит ходит бродит бродит мешает им всячески спать да уралка уже спать хочет обдугани якобы уже спит в этот момент ну а сарафан ходит 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 так вот ребят представляете если там постоянно еще сидеть возле этого холодильника если постоянно что-то еще таскать постоянно что-то еще подъедать, то я не удивлюсь, что вечером у них такой, вернее, ночью творится там фейерверк, мы, собственно, удивляемся, почему они просыпаются, и сарафан долго смеется, может быть, там нанюхается всего этого, и потом на следующий день, знаете, у него запала хватает, чтобы веселиться и смеяться над каждым Уралочкиным словом. Далее, еще кто-то пишет, уже в экран не входим, но все жрем, да? Уралочка бы сейчас сказала, жрали, жрем и будем жрать. Вы знаете, когда она говорит вот эти вот слова, мне становится смешно, хочется, знаете, вот покрутить пальцем у виска и сказать, да, ну это точно, тяжелый случай, по той простой причине, потому что Уралочка думает тем, что она будет жрать ведрами, она нанесет нам какой-то вред, или какой-то, друзья, мой ущерб, причем тут мы, Уралочка, ты можешь жрать вместе вместе с сарафаном, вместе с Абдугани, столько, сколько считаешь нужным. Хоть, пожалуйста, бочками жрите, нам, собственно, абсолютно все равно, ни холодно, ни жарко. Ты уже большая тетенька, вообще очень и очень взрослая, да? И, собственно, ешь сколько душеньки твоей угодно. Далее, ей пишут, супер, класс, красотка, вообще, вы умничка, золотые руки. Ребят, вот представляете, да? Супер, класс, красотка, умничка, золотые руки. Это все про Уралочку, да. Глядя на ее, конечно же, вот эти вот кулинарные шедевры, скажешь, действительно, руки исключительно золотые. Знаете, был сегодня такой момент, который вот я как раз-таки поймала стоп-кадром, да? Там, где она распределяла, вот распределяла, готовила вот этот вот пирог с горбушей, и уже там, значит, хлопала рукой, там возила. На противне лежал вот это уже тесто, да? И вот она все это рукой, рукой все это ровняла. Вы знаете, вот все-таки, наверное, действительно, я первый раз, хотя нет, это, наверное, уже не первый раз, но я бы все-таки ей посоветовала, знаете, натягивать перчатки, потому что визуально это смотрится ужасно. Вот эти бугры, вот эти болячки, вот это вот все на свете. Понятное дело, что, как бы, ну, она готовит для своих, но, опять же, готовит-то она для своих, но показывает и выставляет она все это дело на всеобщее обозрение. И как бы визуально, да, ну, люди же, как говорится, смотрят тоже глазами все это, да, и смотрится очень некрасиво. Уралочка, сними уже, в конце концов, вот эти вот часы, этот браслет, фитнес-браслет тебе уже впился просто по полной программе. Это какой-то кошмар там, я не знаю, что там у тебя под этим браслетом творится, он у тебя просто уже впился. Это, кстати, очень даже опасно для здоровья. Вот так вот сильно стягивать, да, стягивать какую-то часть тела, это, кстати, ненормальная ситуация. Странно, что Уралочка этого не видит и не понимает. Далее, друзья мои, вечно голодные хомяки Уралки, физкульт-привет им, пишут, Олечка, я хочу быть вашей соседкой и сердечко тети Оле. Ну, если этот хомяк Уралки, ее обожатель, думает, что если она поселится рядом с тетей Олей, то тетя Оля будет ее кормить на завтрак, на ужин и на обед, то хочется сказать, что, конечно же, такого даже близко не будет, друзья мои, и мы все прекрасно понимаем, почему, да? Потому что тетя Оля из той категории людей, у которых, вы знаете, и зимой, и снега, как говорится, не выпросишь, да? А тут они, ой, хотим, хотим быть вашей соседкой и так далее. Ну, видимо, хомяки, вы знаете, совсем тетю Олю не слушают и совсем тетю Олю не смотрят. Давайте-ка вспомним, что говорит Уралка с Сарафаном про своих соседей. А, кстати, вот ничего хорошего, ничего хорошего про своих соседей. Они ни разу не сказали, да? Обсирают, говорят, гадости соседи. То, значит, там они якобы соседи, на них в опеку жалуются и вовсюда жалуются, во все надзорные органы жалуются, да? И там, значит, ремонты делают, да? Причем во время, да? Когда имеют полное право делать эти ремонты, да? И все-то у них исключительно плохие. Поэтому уралкиным обожателям, которые мечтают, мечтают, мечтают быть соседкой, ну, раз вы так верите, уралки, раз вы так внимаете, да, каждому ее слову, ну, приходите. Тетя Оля же сказала, вы приходите. Мы всех накормим, мы такие добрые, мы такие прекрасные, мы такие все из себя замечательные. Ну, да. Помним прекрасно «Уралочкин рассказ». Это была, конечно, сказка про белого бычка. Не верю, что эта ситуация была, но давайте-ка вспомним, как она встречала мужчину, который к ней пришел, друзья мои, да? Она что? Мне ничего не надо? Там такой скандал был, там, значит, столько-столько всего было. Короче, да. Уралочка, та еще штучка, как она про себя, кстати, давно уже не говорит. Обратите внимание, да, вот, вот, знаете, не говорит эти словечки больше. Далее. Далее, друзья мои, пишут, значит, по поводу, а, комментарий, комментарий. Вот, так, нет, сейчас, ребят, секундочку, сейчас, 5 сек, 5 сек. Значит, «Сафар, жрать захочешь и с костями съешь, больно много выдрыгиваешься, ешь молча». Ну, читаю, как написано, это пишут комплименты на канале «Уралочки», да, «Сафар». Жрать захочешь и с костями съешь, больно много выдрыгиваешься, ешь молча. Тут же прибежала хомячиха «Урал» и пишет, «Это что это тут раскомандовалось? Больше не над кем?» Ребят, я валяюсь, то есть, когда они бегают по моему обзорному каналу, написывая здесь всякую хрень, дребедень, да, командуют, а ну-ка, хватит, а ну-ка туда, а ну-ка сюда, они, значит, что-то не думают о том, что их тоже сейчас пошлют в пешеэротическое, как говорится, путешествие, да, а тут прям завозмущались, как это так, сарафану, да сказали, да действительно достала уже со своими этими кишлачными, которые там, кроме лепех, ни черта не видели, а тут такие гурманы, боже, откуда что взялось, прям реально смешно, выпендривается, господи ты боже мой, правильно написала одна женщина, зажрался, соглашусь, да, действительно, ребят, действительно, пишут, одна пишет капслоком, не ваше дело, не ваше дело, и так далее, в общем, ребят, это не ваше дело, а вот это пишет женщина, и слава богу, ну типа, что не ваше дело, слава богу, что не наше дело, да, слава богу, что у нас таких кишкоблудов нет, которые просыпаются, да, нигде не работают, даже физически никак, как вообще нигде не задействованы, да, которые вообще, у них все мысли исключительно только дайте ложку и дайте какую-нибудь эту миску или какое-то корыто, и вот они вот сели бы, и целый день бы, наверное, бы жрали бы, жрали бы, жрали бы и жрали бы, понимаете? Вот, собственно, и все их интересы. Далее еще один комментарий, друзья мои, и, конечно же, очень интересный под этой веткой комментарий. Комментарий следующего содержания. Мне кажется, так удобнее. А, нет, сейчас. Вот скажите, люди, почему, когда жена становится блогером, мужья перестают работать? Это не только на этом канале, но и на других каналах. Ну, во-первых, у всех по-разному, абсолютно у всех по-разному, да. Это, во-первых, да, то есть вообще везде по-разному. Где-то кто-то работает, где-то кто-то не работает, да. Понятное дело, что как бы это не касается обзорщиков, естественно, да, обзорщики работают сами по себе, а мужья, если есть мужья, да, то они работают сами по себе. Это даже как бы, это вообще, так скажем, не семейный бизнес. Это уж точно и сто процентов, да. Вот что касается каналов других блогеров, влоговых, да, то, опять же, это всегда по-разному. Везде разная ситуация. Но здесь, на минуточку я хочу напомнить, что здесь именно Сарафан был инициатором создать YouTube-канал и зарабатывать деньги. Да, это он был инициатором. И они, когда открыли свой первый канал под названием Ольга, он так и назывался Ольга, этот канал у них вообще не пошел, ребята, не пошел. Он был никому не интересен, да и Уралка не очень-то хотела сниматься. А Сарафан, видимо, лавры тех блогеров, которые работали, да, в блогерстве и зарабатывали деньги, лавры вот эти Сарафану спокойно спать не давали. И он все-таки настаивал, чтобы Уралка, Уралка снималась. Он понимал, что себя снимать нет смысла. Его вот это, знаете, вот это снимать точно никто, интересно смотреть никто не будет. Он понимал, что надо выставлять, так скажем, на передовую как раз-таки Уралку. Уралка сниматься не хотела. У нее тогда еще были какие-то остатки здравого смысла. Она еще тогда пыталась все-таки сохранить свою репутацию. Тогда она у нее хотя бы еще, ну, относительно, так скажем, была, если это можно назвать уже репутацией, да, хотя уже тогда с ней и сестра не общалась и так далее, но в любом случае. Потом Уралка поняла, да, когда они попробовали канал, первый канал у них не зашел, вообще не пошел. Вот этот второй канал, который называется Ольга Уралочка Лайв, они делали три рекламы у блогеров, три или четыре рекламы, платные деньги за это платили, да, делали. И они поняли прекрасно, что если они будут фриковать, если они будут вести себя вот как два ютубовских фрика, если они будут устраивать трошаки, то у них появятся просмотры, потому что фриков всегда смотрят охотно, да. Но опять же, ребят, тут не стоит забывать, что тут есть, знаете, палка о двух концах, да, у медалей две стороны. Одно дело, когда ты себя показываешь с положительной стороны, да, тогда, даже тогда, когда блогер себя позиционирует нормально, по-человечески, даже блогер о влоговой, который ведет себя достойно на канале, у него все равно будут хейтеры, хейтеры будут всегда в любом случае, да. Ну, а когда ты ютубовский фрик, тут, как говорится, сам бог велел. Поэтому, когда они здесь уже поняли, что у них канал стал раскручиваться, они поняли, что чем больше они будут дурковать и фриковать, то, собственно, тем больше будет у них просмотров, а, соответственно, больше будет денег. Но знаете, что самое интересное в этой во всей ситуации? Сарафан-то пытается себя скрыть, да. Он сидит за кадром, и его лицо редко кто видит. Ну, редко, согласитесь, все равно он появляется в кадре крайне редко. Но он не просто так сидит молча, не просто так снимает Уралку, работая, так скажем, штативом, да, штативом, друзья мои. Он еще и поджуживает Уралку, подкидывая ей без конца дровишек в костер, а та, как ненормальная, ведется на все его провокации. И я уже не раз говорила, и еще раз повторюсь, Уралка, тебе надо думать о себе, потому что в любой прекрасный момент, когда он отсюда свалит, да, или вынужден будет отсюда свалить, или еще что-то, потом, ты знаешь, запятнанная репутация будет у тебя. Он-то отмоется и дальше пойдет. А ты-то останешься для всех, в том числе и для жителей своего города, как ютубовский фрик. И это, ну, ничего хорошего, да. И ладно бы тебе там было 20-30 лет, когда еще можно списать на молодо зелено, но когда тебе уже 53 года, да, выглядишь ты еще старше, то как бы это со стороны смотрится не очень хорошо. В общем, пишут, да. Скажите, люди, почему, когда жена становится блогером, мужья перестают работать? Ну, кто-то написал, мне кажется, так удобнее может подставить штатив, но это не всегда удобно. Надо следить за тем, чтобы не выключилось, чтобы не сбилось. Ракурс, свет, нанимать чужого человека для съемок. Мне кажется, ну, в общем, друзья мои, что хочу сказать. Тут они вот пишут, да, опять же пишут такую дичь, такую ерунду, типа вот тут же надо смотреть, штатив-то можно поставить, а вот тут же надо все выдерживать, да, чтобы и свет хорошо падал и так далее. О чем вы говорите? Я понимаю, это пишут, скорее всего, защитники Уралки. Что вы несете? Мне хочется у вас спросить. Вы посмотрите, как он Уралку снимает. Он ее снимает с полбашки постоянно. Какой свет, какой ракурс, какой ракурс? Он снимает ее в профиль, снимая все ее 55 подбородков, которые лежат у нее на животе, пузо, которое лежит у нее уже на пятках, да, холку вот эту вот. Снимает ее руки, крылья, да, которыми она хлопает. И плюсом ко всему прочему снимает еще, да, у нее вечно то пол головы, то пол лица, то еще что-то. Он вообще не смотрит. Он вообще не смотрит, как он снимает. Ему вообще абсолютно наплевать. Далее, друзья мои, пишут, значит, так, по поводу зависти, да, вот если кто-то начинает зарабатывать, то ответ очевиден – это зависть. Господи ты, боже мой, что они такого заработали, чтобы люди им завидовали? Мне просто интересно. Вы знаете, вот просто интересно. Далее пишут. Там, где пахнет вкусной едой, всегда уютно. Мужчины во все времена любили вкусно поесть. Даже в сказках нужно было героя накормить, напоить, ну, а потом дела решать. Знаете, что я хочу сказать, да? Каждой сказке свой, как говорится, конец. Бывает порой, да? Чем дальше в лес, как говорится, да, тем страшнее. Так вот, если вот так вот, знаете, кормить и поить, закармливать и раскармливать, то потом уже, знаете, спать уложить, там уже, как говорится, нечем будет даже заниматься, потому что все, там уже на полшестого будет конкретно. Опять же, об этом никто не думает, да? А в плане того, что там, где пахнет вкусной едой, там уютно, вы меня извините, у этой женщины, дожив до 53-летнего возраста, никогда в единственной однокомнатной квартире не было даже близко никакого уюта. И сейчас там нет никакого уюта. Ее квартира всегда напоминала квартиру какого-то, знаете, дедушки, который уже много-много лет является холостяком. Вот то, что это была квартира ее деда, да, вот, собственно, так она и выглядит. Как будто там женской руки вообще никогда не было. Поэтому говорить о том, что вкусные там, вкусные запахи, это равно уют? Нет, это абсолютно не так. Это полные глупости. Если женщина способна создать уют, то она его создает. Если она не способна создавать уют, она его создать не может. Сколько бы она ни стояла у плиты, даже если она 24 на 7 будет стоять у плиты. Далее, друзья, мои комментарии, которые мне очень понравились. Рыбу ему жалко. Ну, это про сарафана, да, когда он говорит. Вот они говорят, что я боюсь, да, глаз рыбы, да мне просто рыбу жалко. Рыбу жалко, пишут. А баранов, коров, которых ты типа жрешь, тебе не жалко? Дурость какая-то. Согласна. Далее написали. Абдугани год назад был маленьким воробушком, а сейчас такой зрелый и откормленный слоненок. Браво, Оля. Да уж действительно, браво, брависсимо. Скоро догонит Ромку, возможно, даже и перегонит. Ну, что, друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Хотелось подольше, но на 20 минут, как вы видите. Постараюсь сейчас выложить все это дело в прямой эфир. Пишите, что думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всех целую и обнимаю, мои хорошие. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok